Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. В этом видео вы увидите, что будет, если подключить видеокарту через вот такой райзер и будет ли падение производительности, если ее не вставлять напрямую в компьютер. Вот такой вот райзер, вот этот разъем 1x16, и он вставляется в компьютер обычно, ну то есть сама видеокарта, вот этот вот разъем. А мы попробуем вставить его через вот такой вот переходник 1x4, по-моему, он называется. То есть вставим и посмотрим, будет ли результат и падение производительности. Будем использовать вот такую видеокарту 1660 Ti TUF Gaming от Asus. И посмотрим сначала без райзера производительность, то есть чисто вставленную в компьютер, и посмотрим, что будет в результате. Поехали! Ну что, видеокарта вставлена в компьютер, подключена. И давайте посмотрим, какие тесты я подготовил и что мы будем запускать. В первую очередь запускаем 4Mark, открываем GPU-Z и GPU-Shark. А здесь мы будем смотреть как раз-таки на вот эти циферки попугаи, сколько видеокарта выдает у нас в максимальной нагрузке в стресс-тесте. Здесь, как всегда, можно посмотреть, что за видеокарта. 1660 Ti от Asus. Запускаем стресс-тест и смотрим циферки. Также мы пройдем еще один бенчмарк, который меня интересует. Так, здесь мы, значит, смотрим следующее. Нам нужна производительность. Так, ну что, настройки разгона я сбросил. И теперь мы можем посмотреть на циферки в попугаях, в террафлопсах. А сейчас, в данный момент, 6 Террафлопс выдает производительность карты. Так, и давайте посмотрим, сколько у нас FPS. Так, в Full HD-тесте 40 FPS примерно. Так, немножко подождем еще, пускай устаканится. Ну, где-то 39-40. Так, циферки у нас здесь, по-моему, не меняются. Ну, 5,9 Террафлопс, примерно 6. То есть, вот такие показатели. Так, идем дальше. Нам, в принципе, это не нужно. Закрываем спокойно это. И переходим к следующему тесту. Что самое интересное, это Superposition. Так, здесь вот я думаю, наверное, я поставлю Full HD Extreme. Смотрим и запускаем. И посмотрим, какой FPS будет и какой в итоге результат этого бенчмарка. Так, ну что, бенчмарк заработал у нас. Запустился. И вот такие показатели мы наблюдаем сейчас на максимальном Full HD разрешении. Так, где-то 25 FPS. Но на FPS можно не смотреть, потому что тут сцены бывают очень загруженные. И бывают более, ну, слабенькие сцены, скажем так. В итоге сейчас посмотрим на финальный результат. Сколько будет баллов. Так, ну что, тест завершен. И при таких настройках получили 3372 поинта. Ну, или баллов. Кому как. В общем, теперь все меняем. И посмотрим, что у нас получится с вот этим переходником. Так, ну что. Самое основное мы сделали. Подключили вот так вот райзер и видеокарту. Смысл весь в том, что если вот это будет работать и не понижать производительность, то можно не использовать дорогие переходники. И использовать вот такой дешевый райзер, который стоит, ну, рублей 300-500 максимум. Притом провод очень-очень длиннющий. То есть можно вообще видеокарту за пределами компьютера поставить. В общем, вот так это выглядит. И давайте запускать тесты. Так, ну что, друзья, тест запущен. И просто, как вы думаете, будет ли разница или нет? Вот просто остановите сейчас видео и напишите в комментариях. Вот просто видим бублик, работающую видеокарту. И у нас те же самые показатели 5 и 9 терафлопс вот здесь. И те же самые 39-40 фпс. То есть пока что бублик выдает прям вот точно такие же настройки. То есть как будто вообще никакой разницы нет. Знаете, а это весьма-весьма интересный результат. Так, ладно, закрываем этот тест и открываем теперь опять Superposition. И будем посмотреть, что у нас получится. Так, опять-таки выставляем Full HD экстремальный режим. Так, ну что, поехали. Делайте ваши ставки. Так, ну что, Superposition запустился. И вот такие вот фпсики у нас. 24, 25. Но пока что, честно если сказать, разницы нету. Совсем. То есть я ожидал, что будут там какие-то лаги, да. Но потому что все-таки мы, скажем так, все-таки урезанно запускаем видеокарту. Ну, учитывая, что вот это провод 3.0 USB идет, то, видимо, все-таки это работает. Смотрите. То есть сколько места освобождается в корпусе, и при этом видеокарта вот эта, да, не нагревает вот это вот пространство. Она фактически за пределами корпуса. И это просто охренительно, друзья. Неожиданный, конечно, опыт. Друзья, если накидаете лайков, проверю такую же систему с видеокартой 3080Ti. Так что пишите комментики 3080Ti и ставьте лайки. Тогда мы затестим эту карту в таком же режиме и посмотрим, а что будет в 4К. Пока что жду окончания теста и посмотрим на результат. Ну что, друзья, вот такие вот результаты. Давайте теперь сравним и посмотрим, что же получилось у нас. А вы, друзья, ставьте лайкусики и подписывайтесь. Увидимся. До скорых встреч. Пока-пока. Ну что, друзья, а вот что в итоге получилось. Мы видим циферки до 3372 и тест с райзером после. 3326 баллов. То есть, на уровне погрешности видеокарта была чуточку слабее с переходником. Но самый смех-то в том, что разница меньше одного FPS. То есть, это то же самое, что погрешность. На данный момент, если подключить видеокарту с помощью райзера, можно ее использовать как удлинитель. Если вы делали что-то подобное и подключали так, то напишите комментарий. Будет интересно посмотреть. Если хотите, чтобы я проверил крутую карту на такой же тест, ставьте лайки и будет новое видео. Все. До скорых встреч. Пока.